нужно придумывать ну абсолютно прорывные технологии которые позволяют принципиально перераспределить себестоимость вот я когда познакомился с сережей и он ну собственно помню стал рассказывать про транснет это был наверное год так 2002 я помню он еще работал в этом самом налоговой службе я к нему заходил на эту самую как же турист называется господи не помню а которая вдоль проспекта мира идет мимо железной дороги а солнце светит так вот а чем замечательным в этом чем замечательным смысле идея транснета позволяет сделать задачу первое она позволяет закрыть некоторые старые транспортные схемы то есть принципиально изменить а финансовые потоки да конечно не понравится там железным дорогам самолетом и так далее вертолетом и во вторых она сильно более дешевые чем другие сухопутные средства на мимо по себестоимости с морскими путями если вы посмотрите то увидите цивилизация всегда распространялась по по морям в крайнем случае по рекам по причине сильной более дешевой логистики именно поэтому на первое место рванулась великобритания восемнадцатом веке первое на втором месте германия где сильно где сильно развита речная сеть и балтийское море ну в некотором смысле балтийское море это большая река третья страна это сша четвертая это япония в этом смысле ссср совершил подвиг потому что у него логистики не было петр первый рвался к морям ровно для того чтобы обеспечить торговлю так вот если транснет получается я сейчас еще раз повторяю не берусь сказать техники технически то решается сразу несколько задач задача первое а перераспределяются финансовые потоки с те кто их получал раньше морские державы вынуждены частично поделиться с нами с континентами и мы таким образом перераспределяем в свою пользу тот прибавочный продукт который образуется уже падающий мировой экономики это эффект первый эффект 2 а мы открываем фактически новые рынки потому что те месторождения очень легки для добычи с точки зрения как бы вот их там скрытия если до которых невозможно было добраться они увлекаются в оборот расширение рынков это не только расширение продаж это еще и и расширение ну как бы колониальные захвата новые источники сырья новые источники энергии а и и масштаб этого вовлечения настолько велик но если мы всю евразию начинаем в эту сеть запускать что во первых построение сети становится рентабельным вот это главная проблема с которой сегодня сталкиваются любые новые технологии последняя новая технология которая реально пошла круто а жизнь это мобильная связь в тех или и тех или иных вариантах ровно потому что ее это страшно дешевый это те кто помню 98 год а довольно много людей отказывались от мобильных телефонов вот на самом деле очень многие вещи которые нам сегодня кажутся дешевыми после кризиса когда он как бы войдет в полный рост они станут снова дороги потому что сократится количество потребителей и та часть сетевого инфраструктура которая сегодня делится условно говоря на сотни миллионов а то и миллиарда людей будет приходиться на десятки миллионов то есть она увеличится с точки зрения как вот эта составляющая часть увеличится в сотни а то и в тысячи раз если сегодня на два процента то она по сравнению с нынешней ценой 200-300 процентов то есть иными словами цена только за счет этой технологической части вырастет в три раза ну и задайтесь вопросом до готовы ли вы платить там за 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 телефон в три в четыре раза выше чем сегодня если у вас падают доходы а нужно же иметь ввиду среднестатистическое население да не людей не не богатых ну или на худой конец они как бы телефон оставить для для себя все остальное тогда они будут закрывать и будут там на одной машине 10 лет и здесь куда-то дадутся все эти авто и будет одна машина на 7 куда девается все автомобильные концерты вот а с точки зрения и вот ситуации как я ее описал а транснет это технология это механизм который теоретически может решить две задачи первое он выкинет часть старых отраслей причем отрасли которые влияют колоссальный объем ресурсов то есть это не какой-нибудь там правство да на которые от общего от общего мвп уходит там одна десятая процента это вполне себе десятки процентов ну хорошо но пускай там 12-15 если мы рассмотрим всю транспортную сеть на счет на строительство дорог и всего остального и это первое то есть мы высвобождаем колоссальные ресурсы которые можно направить остальное и в том числе на развитие самого транснета и в этом смысле он сама окупается очень многие проекты которые теоретически можно было бы запустить сегодня практически точно не не окупится и поэты например там продление жизни до 120 лет это сегодня уже возможно теоретически хотя это часто ведет крайне негативные последствия там краку и ко всему остальному но для того чтобы это стало возможным для ну хотя бы не очень бедного человека это нужно чтобы нашлось ну десятки а то и сотни тысяч кто готов платить сегодняшнюю цену за это сегодняшняя цена это миллиарды но хорошо пускай сотни миллионов сегодня людей которые могут заплатить сотни миллионов за увеличение продолжительности жизни не гарантированно их практически нет вот и собственно вот на этом как бы можно и заканчивать и вещь вторая это перераспределение в пользу континентальных держав и с иными словами мы не только получаем ресурс для развития экономики мира в целом создавая некоторую а отрасль которая ресурс развития приходится на нас есть мы на этом очень сильно выигрываем ну и как бы глупо отказываться собственно вот на этом я хотел бы закончить потому что моя часть закончена но вот еще хотел бы сказать что вот то что я сказал это я не зря начал там от адама именно 16 века что то что сегодня происходит это объективное развитие событий это как бы требование к инновациям которых я говорил что они должны самоокупаемые и ресурс они могут взять только за счет перераспределения она здесь выполняется так что можно только радоваться все спасибо спасибо что я бы еще хотел чтобы два слова ты пояснил именно по евразийскому вектору развития то есть почему сегодня именно евразийской интеграции евразийский союз это будет то направление которое во первых нам всем очевидно а во вторых там исходя из логики там данилевского гамилева которое было там еще там полвека век назад это естественный вектор развития и мы в этом направлении не то что вынуждены а мы просто пойдем по этому пути потому что другой интеграции быть не может также как и интеграция европы это тоже в общем то естественный процесс вот можешь ты этот вопрос чуть-чуть прокомментировать именно со своей точки зрения нет тут понятно я же говорил что это континентальное развитие при этом континент это все за исключением западной европы которые очень изрезаны а морями которые поэтому относятся к морской цивилизации у нее нету потребности в это все это ей может было бы интересно если бы ей это дали нострый потребность у нее нет а а на континенте абсолютно колоссальный и вот в эту игру безусловно нужно играть видим кстати что создавали всякие мировые империи там чингисхана до этого тюркских гаганат ровно в те периоды когда в результате обводнения степи гумилёв про это писал кстати остановилась возможно быстрое конное движение то есть кони бежали ты травы было много и соответственно и значит можно было двигаться туда-обратно вдоль континента там пошел к пути не верблюды через пустыню то есть не караваны и это было подвигом можно сказать каждое путешествие это был нормальный за год можно было проскакать потому от пекина до москвы без проблем на лошади любой человек это мог сделать вот на самом деле это некоторый аналог мы только еще быстрее и естественно поэтому и евразийское развитие потому что континентального ровно тот кусок дальше там начинаются вопросы то есть как бы будет ли индия соответственно входить в эту интеграцию или она будет считать отдельно будет ли китай в нее входить или китай все-таки вы пытается сделать морскую интеграцию но это уже потому что собственно евразийская часть она в этом смысле у нее альтернативы нет вот если мы посмотрим от от иранского анагории до северного ледовитого океана от от восточно-европейской равнины на который собственно основная россия расположена до сахалина тут нету никакой альтернативы поэтому как раз по евразийской системы вытратили а